Здравствуйте! Это программа «Важная тема». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня у нас в студии исполняющая обязанности мэра Петрозаводска Ирина Мирошник. Ирина Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, Петрозаводска, накануне серьезных потрясений, так или иначе, впереди запись детей в первые классы школ, электронная очередь на сайте рухнула. Давайте по порядку, что произошло? Если по порядку говорить, то проблема эта ежегодная, уже в течение ряда лет. Сколько лет, да? Народ жжет костры у школ. Лет 10 точно. Это происходит, сколько я в органах управления образованием трудилась. Эта проблема была и связана она с тем, что слишком разнородные у нас учреждения по статусу, по реализуемым программам в городе Петрозаводске. Это такая вот уникальная особенность нашего города, но вместе с тем создающая определенные проблемы и руководству образования, и самим родителям. Потому что приоритеты родители выбирают, исходя из статусных, знаковых образовательных учреждений. Поэтому вот такие перекосы, что ли, или перераспределение родителей не по месту жительства, а по выбранному учреждению, они создают ситуации, когда на одно место в лицеях или гимназиях претендует два или три ребенка. Ну, по поводу электронной очереди, что с ней случилось? По поводу электронной очереди, разработка этого проекта началась еще в позапрошлом году. Тогда экспериментировали 11 школ в этом проекте. Тоже не удовлетворены были администрация города данным результатом, потому что происходило зависание системы. Родители по 5-6 часов не могли выйти на портал и зарегистрировать своего ребенка. После этого они вынуждены были бежать все равно в школу, в образовательное учреждение. И там с компьютера, так сказать, осуществлять эту регистрацию. В живую очередь. Да, и по сути это действительно была живая очередь. И, видимо, вот ситуация прошлого года, она родителей насторожила. И в этом году, когда было заявлено и продекларирована администрация о том, что будет электронная очередь повсеместно по всем школам города, родители все равно, тем не менее, бдительность не теряли. И дежурство были в образовательных учреждениях, в лицеях и гимназиях. Ну, кое-где, говорят, с сентября уже очередь занимают. Да, так и есть. В этом году тестирование системы было произведено за неделю до записи, официально объявленной, 21-го числа. И система не справилась практически в самом начале. Родители, опять-таки, участвовавшие в этом тестировании, были крайне расстроены, переживали, нервничали. Почему за неделю? Почему раньше не нельзя было попробовать? Вот это самый главный вопрос к разработчикам проекта, к представителям администрации, которые не предусмотрели эти нюансы, хотя предполагали техническую неготовность. Какой отдел администрации отвечал? Отдел образования? Я так понимаю, солидарная ответственность и управление образованием, и управление информатизацией. То есть это, конечно, был коллективный продукт. И понимая, что одномоментно обращение трех тысяч жителей повлечет серьезную нагрузку для электронных средств, порталов, это не было предусмотрено. И, соответственно, не осталось уже и люфта времени для исправления ситуации. И рисковать, пытаться за несколько дней что-то подправить, и потом в день официальной записи получить массовый обвал электронной системы, мы не могли себе позволить. Пришлось принять решение о том, что запись будет осуществляться в порядке очереди, без электронных ресурсов. А правильно ли я понимаю, что выиграл в итоге тот, кто, не понадеявшись на электронную запись, встал в живую очередь, и теперь он там, можно сказать, ближе к финишу, а кто-то теперь дальше, тот, кто пытался вообще компьютер записаться. Ну, возможно, по разным учреждениям, по-разному происходила ситуация. По многим лицеям и гимназиям родители с самого начала на всякий случай дублировали вот электронные технологии, современные технологии своим живым присутствием. Поэтому здесь, возможно, присутствуют такие нюансы, что кто-то подошел позже. Понадеялся. Понадеялся, да. Но большинство все-таки как-то сорганизовалось и определилось. Поэтому, в принципе, ситуация этого года, она ничем не отличается от прошлого или предыдущего года. Очень жаль, что не удалось современной технологии внедрить и облегчить родителям поступление в образовательные учреждения. Но это вот те реалии, которые мы получили неожиданно в январе, и их пришлось уже минимизировать хотя бы тем, что мы за неделю признали неготовность техническую, и родители предупредили о правилах, так сказать, поступления, правилах игры. Да, да, да. Как раз хотелось сказать вам спасибо, что вы тот редкий человек, чиновник, который признает свои ошибки. Спасибо вам за это большое. Уже завтра начнется запись в первые классы нескольких петрозаводских школ 28 января. Что это за школы, вы можете сказать? Это школы Ключевой и Птицефабрики. 30 числа все остальные школы города будут записывать первоклассников. В каждом районе по-разному, согласитесь, наверное, со мной, да, на Ключевой, но Птицефабрика, скажем честно, наверное, не самая популярная в городе школа, там очередь большая. Птицефабрика, конечно, не имеет такой очереди сопоставимой с другими школами. Но связанная с объективными обстоятельствами удаленности объекта, конечно, ну и качество знаний, очевидно, тоже, потому что у нас родители, я так понимаю, готовы возить из одного конца города на другой ребенка за качественным образованием. Но вот по Птицефабрике проблем не будет. А на Ключевой есть какая-то школа популярная, куда хотят попасть из других районов? Я вначале упоминала о том, что лицеи и гимназии у нас в таком преимущественном, приоритетном порядке, находятся по предпочтению родителей, но картина вот за эти 10 лет менялась. И в принципе, ведь чтобы избежать этих аншлагов, этих очередей, мы должны получить одинаково качественное образование во всех школах города. Тогда у родителей не будет необходимости возить ребенка с одного конца города на другой, он может обращаться в свою школу по месту жительства. Как дороги везде должны быть хорошими. Да, абсолютно, правильно. Количество мест достаточно будет, соответственно, не надо будет нервничать и волноваться. Но качество разнородное в школах, но постепенно динамика, она все-таки прослеживается. И школы общеобразовательные, не имеющие таких вывесок лицеев и гимназий, они на сегодняшний день тоже уже себя достаточно зарекомендовали. И по некоторым учреждениям они на равных с лицеями и гимназиями по популярности и по предпочтениям родителей. Ключевая, как раз это вот та ситуация, когда там все школы востребованы, и очереди там возможны. Вчера говорил с двумя мамами, которые завтра пойдут записывать первоклашек в школы. Они признают, что панику нагнали сами родители в том числе. Не исключают. Ведь некоторые родители записали ребенка, позволяло же законодательство, да, сразу в три или в две школы. И, соответственно, очередь раздутая. Как с этим справляться будете? Тоже ситуация не уникальная, повторяющаяся каждый год. Родители вынуждены страховаться, опасаясь, попадут ли они в желаемое образовательное учреждение. На всякий случай про запас записываются другие школы. Поэтому и электронная эта система, она справлялась не с реальной даже вот этой нагрузкой трех тысяч потенциальных первоклассников будущих, а с большим количеством обращений, потому что родители пытались в несколько учреждений записаться. Этот нюанс, он, конечно же, присутствует. Но буквально в течение первого дня образовательное учреждение, директора школ, управление образования, они отрегулируют все эти моменты, и родители не будут жить в неверденье еще какое-то время. Буквально уже даже в субботу будет понимание, в крайнем случае в понедельник. Попали в школу желаемое или нет. И в каких-то ситуациях они сделают благо для других родителей, которые, может быть, были за гранью списка, но освободившееся место им предоставит такую возможность. Поэтому нервничать и волноваться сразу же нет оснований, нужно подождать в субботу-понедельник. И специалисты управления образования, кстати, вот необходимо отметить, будут дежурить, как каждый год это происходит. Поэтому можно по телефону 7134-34 в субботу с раннего утра получать информацию и, значит, либо сообщать о каких-то фактах, которые тревожат родителей. А бывает так, что, например, человек живет в Соломеном, скажем, не попал туда в школу, условно говоря, придется на птицефабрику ездить? По отдаленным районам у нас везде одинаковая ситуация, что в этих школах вакантные места есть. В силу как раз того, что количество проживающих детей, оно вполне помещается в этих образовательных учреждениях. Поэтому вот таких ситуаций, чтобы с Соломенного на птицефабрику с пятого поселка в Исказе ездить, это только если собственные какие-то, значит, предпочтения. А из центра на птицефабрику придется кому-нибудь? В других школах, если в центре не попал, скажем, там, в 17-ю? Да, я понимаю ваш вопрос. Есть вакантные места в учреждениях в расширенной части центра все-таки города. То есть таких вот уж крайностей, что с центра на птицефабрику не придется ездить. Какой район самый проблемный со школами? Я знаю, что про Древлянку много вопросений. Да, я про Древлянку получала информацию от родителей, которые переживают по поводу поступления своих детей. И, кстати, вот здесь не было бы счастья, да несчастье помогло, когда мы объявили о правилах приема, о том, что это будет не электронная запись. Мы получили уже оперативную информацию, когда родители, поляризация определенная произошла по образовательным учреждениям. Мы получили понимание, где у нас еще дефицит мест и большое количество первоклассников. И по Древлянке в первую очередь забеспокоились, там будут открыты дополнительные классы. И открыли дополнительные классы, вот буквально на этой неделе принято решение практически по всем районам города. И центр, Зарика, Ключевая, Куковка, Перевалка, Пятый поселок, Октябрьский, Первомайский. По два, по одному классу. На Древлянке три класса даже еще открыли. Дополнительных классов. Сколько будет? Двенадцать, по-моему? Двенадцать классов, да. А хватит ли учителей? Это же нагрузка на учителей, получается, возрастет. Хватит учителей. А зарплата у них будет больше теперь? Заработная плата у нас средняя по городу Петрозаводску одинаковая. А дальше уже остальные надбавки и начисления, они связаны с качеством деятельности учителя. Поэтому какая-то есть фиксированная часть, гарантированная, а стимулирующие надбавки, они распределяются. Это трудовой коллектив решает комиссия, специально не единоличный директор, который начисляет вот эти надбавки, исходя из качества работы педагога. Я знаю, что, по-моему, в тринадцатом лице творилось нечто невообразимое, когда директор сказал, что я сейчас вам не волнуйтесь, товарищи родители, выдам сейчас талончики. Ну и те, кто сидел в последнем ряду, понял, что сейчас может талончика не достаться, там началась настоящая давка. Знаете ли что-нибудь об этом? Что это за талончики, которые волнуют директора? Сама по себе система талончиков, она хороша, потому что она избавляет как раз от ночных бдений родителей, что вот нас не очень устраивает по некоторым школам. Родители сидят буквально ночами, дежурят там, соблюдая вот этот список. Поэтому в этой части можно порадоваться за тринадцатый лицей. Родители потом, кто получил эти талончики, они были довольны, что, зная Галину Васильевну, что там, значит, все будет четко и без нарушений. Очередь будет соблюдаться, исходя из выданных талончиков. А вот про факт раздачи, про технологию, как это все происходило, здесь сложно говорить. Я полагаю, что так как тринадцатый лицей – это тоже очень востребовано образовательное учреждение, и родители свою активность проявляли задолго до электронной очереди, уверена, что все-таки по-другому обстояла ситуация. И те, кто заранее заявился о своем желании, они все-таки получили эти талончики, какая-то очередность соблюдена, и, может быть, какие-то возникли моменты паники уже действительно, когда стали понимать, что кому-то не хватило этих номерков. Поэтому жалоб, обращений не было в управлении образования от родителей. Я знаю, что в этом году гораздо больше первоклашек у нас. Тоже порядка, наверное, восьми лет, десять, наверное, вряд ли, может быть, семи-восьми лет, когда у нас демографическая ситуация по городу стабилизировалась. Это в части рождения малышей. 3300 – это вот такие ежегодные наши показатели, стабильные, на которые город Петрозаводск вышел. И именно 3250 первоклассников у нас ожидаются в этом году. И разместить всех желающих мы можем. Проектные мощности школ это позволяют. Задавали мне журналисты вопрос еще накануне, что не получится ли как с садиками потом, да, вот нехватка, и у нас останутся дети без школ. С школами несколько иная ситуация. Когда 20 лет назад закрывались садики и продавались активно, школы, к счастью, уцелели в этой демографической яме сложной ситуации. И работали не на полную мощность проектного заполнения, но школы не закрывались. И поэтому сейчас они просто восстанавливают уже тот контингент детей, на которые были рассчитаны при строительстве. И, соответственно, если рассуждать так, что 3300 детей рождается в год, и мы готовы принимать такое количество первоклассников, при этом не увеличивая количество обучающихся во вторую смену, такая установка от правительства Российской Федерации поставлена нам, к 2020 году мы должны искоренить эту практику, можно было бы успокоиться. Но я ожидаю, что еще незначительный прирост будет детей ежегодно в связи с миграционными процессами внутри республики. В город Петрозаводск переезжают на место жительства некоторые семьи, поэтому прирост будет происходить, и муниципальная система образования должна быть готова и к этому, и предоставить образовательную услугу всем нуждающимся. Вы знаете, мне кажется, есть еще такая проблема, что появляются новые районы в городе, а школы там не строятся. Например, на Древлянке-8 нету ведь школы? Нет, да, вы правы, то есть вот здесь разрастание города впоследствии принесет определенная проблема, потому что, опять-таки, даже если городские школы справятся с этим дополнительным контингентом, хотелось бы, чтобы тоже дети не ездили куда-то в другие районы, а ближе к месту проживания. Ближе к дому, конечно. Есть такие у нас проекты планировки, когда в районе застройки предполагается, пока сложно сказать, что за счет застройщика хотя бы там, предположим, в рамках муниципально-частного партнерства предусматривалось общеобразовательное учреждение, садик, школа, которые бы могли принимать детей этого района. Но пока вот сложно еще назвать такие вот примеры, да, наглядные. Я думаю, что в перспективе, конечно, эта задача должна быть выполнена, иначе вот эти районы у нас останутся обделенными. Возвращаясь к электронной очереди по записи детей в первый класс, давайте успокоим или, честно скажем, до следующего года удастся восстановить эту систему электронную или все-таки останется все как есть? Родителям следующего года поступления в первый класс мы хотим заявить о том, что мы, безусловно, от этой цивилизованной, современной формы записи детей в школу не отказываемся. Только мы начнем работать сейчас, уже в феврале, в марте месяце, чтобы исключить вот такую ситуацию этого года, когда целый год администрация работала, очевидно, недостаточными темпами, и оказалась не готова к электронной записи. Поэтому все необходимые меры технического обеспечения электронной записи будут приняты в первом полугодии за полгода до того, как начнется запись в школы. Поэтому, если мы окажемся готовы, мы заблаговременно родителей предупредим, предпримем все необходимые действия, чтобы все-таки это воплотилось, как в других городах Российской Федерации. Спасибо, что пришли. Будем надеяться, что в следующем году система сработает как надо. Мы постараемся принять все необходимые меры. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Всего доброго. До свидания.